Дорогие друзья, добрый вечер! Мы начинаем действительно очень добрый вечер, потому что он посвящен одному удивительному человеку. И в зале большинство понимает и знает, что это за личность, какого масштаба, какого уровня и какой красоты юбилей сегодня вы слышите на сцене. Вы увидите именинника в разных апостасах. Он будет здесь дирижировать, он будет принимать поздравления. И сегодня для него очень волнующий день, потому что к нему в гости пришли люди, на которых держится наша культура, настоящая культура Республики Башкортостан. И я с большим уважением приглашаю первого из гостей сюда на сцену для приветственного слова. Слово министра культуры Республики Башкортостан, заслуженной артистки Республики Башкортостан, Амине Евневене Шафиковой. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Добрый день, уважаемый, любимый наш партнерский студенчик. Мне сегодня очень приятно находиться в этом зале. И позвольте в первую очередь вычитать приветственные слова. Уважаемый Захар Сидимович, сердечно поздравляю вас, педагога, музыканта, заслуженного деятеля искусства Республики Башкортостан со знаменательным 75-летним юбилеем. За вашими плечами достойный жизненный, профессиональный и творческий пост. Без малого полвека вы трудитесь в Уфинском государственном институте искусства имени Загира Смогилова, вносите значительный вклад в развитие музыкального искусства родной республики. За эти годы вашими воспитанниками стали более 100 специалистов по классу Волтона и Трамбона. Многие из них являются лауреатами престижных международных и всероссийских конкурсов, талантливыми педагогами, состоявшимися музыкантами, преумножающими творческую славу нашей республики и страны. Ваша педагогическая работа сочетается с активной концертной деятельностью, популяризацией духовной музыки. Вами созданы произведения для Волтона и фортепиана башкирских композиторов, избранные произведения для Волтона и фортепиана «Золотая Волтона», сборник башкирских произведений для духовых инструментов. Высокое профессиональное мастерство и музыкальная культура, психологический дар, и вам заслуженный авторитет и искреннее уважение. Желаю вам, уважаемый Зуфасий Дзенович, крепкого здоровья, долгих лет жизни, талантливых и благодарных учеников, благополучия и всего самого доброго. С уважением, глава Республики Башкортостан, Райки Капель. Дорогие друзья, вы, наверное, также знаете, что буквально две-три недели назад глава нашей Республики, Райки Калитович, наградил Фарсу Дзенча орденом Салаватой Лаева за его заслуги. Вы являетесь, знаете, одним из тех стержней, на которых сегодня держится академическая музыка нашей Республики, благодаря которому сегодня процветает академическая музыка. Вы воспитали столько прекрасных музыкантов, они сегодня работают в школах, в СУЗах, здесь работают, работают в наших оркестрах, и не только в Башкортостане, но и во всей России они прославляют нашу духовую школу, вашу духовую школу Зуфарсу Дзенча. За это вам огромная благодарность. И меня поймут, наверное, многие музыканты, что Валторна Зуфарсу Дзенча, она непревзойденная. Когда звучит Валторна Зуфарсу Дзенча, когда исполняет то, это можно действительно назвать золотые звуки, прекрасные золотые звуки. Это удивительно мелодичное звучание, которое не спутаешь ни с исполнением никого другого. Валторна Зуфарсу Дзенча, как вы сейчас? Валторна Зуфарсу Дзенча. Лично от себя, Валторна Зуфарсу Дзенча, хочу поблагодарить вас. У меня осталась, знаете, искренняя такая благодарность человеческая за то, что, ну, чуть больше 20 лет назад вот здесь, на этой сцене... Валторна Зуфарсу Дзенча дирижировал, руководил студенческим оркестром института. И когда была произведена реконструкция Шаляпинского зала, реконструкция института, и когда мы открывали этот зал, мы открывали его звуками первого концерта Шаляпинского зала Чайковского, просто так. Спасибо вам огромное. Я никогда не забуду эту радость творчества, за то, что вы доверили тогда исполнять. И человеческое огромное спасибо за то, что вы не просто музыкант, вы человек с большой буквы, вы настоящий друг. Спасибо вам огромное сюбиление. АПЛОДИСМЕНТЫ Стал вопрос, с какой программой будем открывать этот концерт в зале. Объявили конкурс на лучшее исполнение концерта Чайковского. Учаться в конкурсе пять человек, и когда мы всех прослушали, было последнее школа за мной. Я выбрал совсем не знаю, красивую Аня Евгеньевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня ваша вечерка, Стас Ильич. Праздник. АПЛОДИСМЕНТЫ Аня Евгеньевна, большое спасибо вам за такие прекрасные воспоминания. Я думаю, что наш вечер будет богат тем, чем мы можем поделиться с нашим футболиаром. А у каждого из нас есть очень много теплых, прекрасных чувств по отношению к профессору Амальдинову. И сегодня, я думаю, что очень закономерно профессия музыканта будет звучать просто в полную силу. Потому что у музыкантов есть такое прекрасное преимущество. Когда у них день рождения, когда юбилей, они могут слушать то, что они хотят. И вот одно из самых любимых произведений Сафарды Денча сейчас прозвучит, «Благодаря тому, что на сцене у нас находится духовой оркестр Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова». АПЛОДИСМЕНТЫ И прозвучит произведение Петра Чай Чайковского, что закономерно «Торжественный марш». Исполняет духовой оркестр филармонии дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, наш гость из Оренбурга Виктор Иванович Хрикунов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте все, друзья мои. У каждого человека в жизни есть свой маяк. Мой маяк – вот он. Уважаемый наш прожитель, знаете ли вы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне маленького ребенка он привез, сдал в школу с воспитанником. И еще вспоминаю интересный случай, когда мы на электрический поднимались. Мы с нашли электрический, поднимались туда пешком. Я со всеми еду, здороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте. Как в деревне? А он меня так бросил. Ты что, я не знаю, что я? Такой интересный момент был. Естественно, более того, он мне направил туситься в Московскую инсерваторию на военно-дирижерском факультете. Потом, будучи военным дирижером, он прослежил свою офицерскую судьбу. Он раз когда мне в Ташкент приезжал, все интересовался. Постоянно я нахожусь под его бдительным оком. И еще хочу сказать, вот передо мной, вернее, я берегу от моего воды с дирижерской палочкой. Это, своего рода, реалитет. Почему? Потому что десять лет назад на конкурсе духовых орбесов, на всероссийском конкурсе духовых орбесов, Зуфальзи Динучий мне его вручил. А Зуфальзи Динучий мне его вручил. А Зуфальзи Динучий выучил, это, Натан Рахлина. Понимаете? И сегодня, только на сегодняшний вечер, я его передаю Зуфальзи Динучий, но потом я его заберу. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рад, что захочется, что ты у меня есть, что ты у нас есть. Живей долго, здоровья, счастья и добрых лет жизни. Чтобы ты был, трижды был. АПЛОДИСМЕНТЫ Переходящая дирижерская палочка в руках Зуфальзи Диновича, и сейчас он будет на сцене выступать в качестве дирижера, но перед этим Зуфальзи Динучий, потому что люди не против, если мы назовем имя человека, которое обязательно должно прозвучать сегодня на танцаре, это имя вашего педагога Михаила Егоровича Перфильева. Давайте поаплодируем. Наташа, где она? Наташа, встань, пожалуйста, очень трудно тебя, пожалуйста, встань. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а теперь музыка. Музыка, которая в свое время вдохновила настолько, что, бросив другие занятия, он стал играть в регию Рахманина на волторне, в переложении. Композитор Рахманина ведет по жизни вместе с Зуфарзи Диновичем в своих произведениях, именно его музыка сейчас прозвучит. И не только потому что юбилею Зуфар Зуфарзи Диновича, потому что этот год развещён 150-летию Сергея Васильевича Рахманинова. Я с большим удовольствием объявляю следующее произведение. Для вас просвучит первая часть второго фортепианного концерта Сергея Васильевича Рахманинова «Переложение для фортепиана и духового оркестра». Солистка, лауреат Государственной Республиканской молодёжной премии имени Шейхзаты Бабича, доценту Фимского государственного института имени Загира Исмогилова, заведующая камерой специального фортепиана Шаура Сагитова, дирижёр Зуфар Камазина. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Я приглашаю с приветствием словом Вашего ученика, который в настоящее время является начальником отдела культуры Карабельского района Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Паруслава Рустановича Булатов АПЛОДИТР Уважаемый Спарситинович, уважаемые коллеги, уважаемый оркестр, уважаемый наш вуз. Разрешите мне от имени Муниципального военно-корадельского района поздравить вас с себя лично и моей семьей за замечательный юбилей. Очень много добрых, теплых слов сказано. В таком прекрасном зале вы в такой прекрасной форме. Дай Бог вам еще творить, воспитывать, направлять по жизни нового поколения нас в своей стране. Опять огромное спасибо за то, что вы мне дали, за то, что вы нам всем, вашим ученикам, преподнесли. И как наставник, как отец, вы до сих пор курируете нас, и до сих пор мы общаемся. Не было ни одного события или праздника, когда мы им созванивались. Спасибо вам огромное. Себя, района, семьи. Пусть вам аплодисменты. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Больший подарок – это еще мобильная мебель из нашего дерева городецкого, который представляется только для элиты в Курлине-Дашкорстан. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, я хочу сказать, что некоторое время назад он у себя в школе Незаспитников в Республиканской гимназии Леонид Мухаммедова произнес такую фразу. Я за нее зацепилась и решила представить номер таким образом. Важный единич тогда сказал, цитила. «Я не боюсь сцены. Я выступала на многих сценах нашей страны и других стран. Но сцены в Шамана боюсь. Но мне на выручку пришел мой друг Роман Хамантинов. Пять лет назад он выступал у вас, еще будучи совсем малышом. А сейчас ваш внук вырос, приобрел музыкального опыта, стал гауреатом многих конкурсов и сыграет для вас свой музыкальный подарок. Зуфар Витимович, для вас ученик санатом Эфреми и фортепиано Лае, первая часть исполняет лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов «Роман Хамантинов». Концертмейстер Аделина Александрова. Аплодисменты. 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 Те, кто бывал в нашем зале в прошлые годы, наверняка помнят, среди преподавателей нашего института было очень много молодых пар. И одна из самых красивых пар – это Зуфар и Венера. Они приходили на концерты вместе, они так гармонично, красиво смотрели. Вместе с ними их маленькие детишки Цвета, Руслан, представляли совершенно гармоничную семью. Семью, в которой было так много любви, которой хватает и сейчас, уже когда меры много лет нет на этой земле. И те, кто знает Зуфар Зуденчик, помнят, как долго он держал по ней траву, как он плакал, вспоминая, как она уходила, как поддерживали его уже выросшие дети. И как ему тогда было, знает только он один, но мы видели только зеркало этой любви на его лице. И сейчас, по прошествии времени, память о ней не указала, она светит, как такая теплая звезда. Я думаю, что в семье Хамадиновых просто появился на том цвете один ангел, который продолжает охранять свою семью, помогать детям и внукам. И между незримыми руками обнимает и держит своего прекрасного мужа. И сегодня в нашем концерте прозвучит произведение в память о жене Зуфар Зуденчике. Это произведение так и называется «Вечерняя молитва». Написал его композитор Бридж, а исполнит бует Сафа Сулейманов, заслуженный артист Республики Башкортостан и лауреат международных конкурсов Урас Ибрагимов. В партии фортепиано Майя Дашкина. Вечерняя молитва. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Аминь! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЧТО Тbil Первый концерт Чайковского, когда Сухар Затеминович решировал, я был на втором курсе, вот момент. Я сидел в оркестре и играл в концерт. В общем, все события, которые сегодня напоминали, они так или иначе затрагивали, и сидишь. И благодаря этому Сухар Затеминовичу немножко есть волнение, потому что много чего хоть сказать, и боишься, что что-то упустить. Искренне благодарен за те годы, которые провел я в «Инспорте искусств». Искренне благодарность Фар Затеминовичу, он был не курс-педагогом. То есть он давал такие советы и вообще наставления, по жизни вел, руководил, показывал, как вообще в жизни, к чему нужно сомневиться. В общем, был примером, и благодаря чему какие-то моменты в жизни действия, благодаря Фар Затеминовичу, я некоторые моменты повторял и буду повторять. Искренне благодаря вам долгих лет жизни, желаю крепкого здоровья и, наверное, еще долгих русских работать потом здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Видимо, больше музыканства я ему смог дать. После окончания института он пошел охранять нас в милицию. Дошел до звания капитана, потом говорил, «Ну, Фар Затеминович, вы меня простите, это я хотел, но я возвращаюсь к музыке». И в итоге мы вернулись в училище, сейчас один из величей переломов нашего училища и искусства. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздравляем от того случаячей и от отдела. Сегодня мы приступим к другому изучению. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА